и всем привет мои дорогие подписчики и зритель моего канала с вами как всегда конька присутся как всегда на моем канале это долгожданная рубрика у нас вторая часть самой ликвидной наживкой и сегодня выпуске мы поговорим про такие ножи как стилеты не знаю почему так особо сильно попросили в комментариях что просит подписчики только и делает поэтому сейчас мы с вами спорим что такое ликвидность до термин тех кто помнит напишите обязательно в комментариях но я думаю все-таки каждый выпуск я буду повторять это заново и заново дабы защититься от комментариев мамкиных трейдеров которые будут писать что этот ножик не ликвид а этот ликвид что ты автор несешь я лучше знаю я буду судить по авто баре и также я вам сейчас зачитаю этот термин погнали ликвидность это характеристика экономического объекта или процесса описывающая возможность быстро и беспрепятственно осуществить те или иные экономические операции с ним ликвидность определяется как свойство актива быть быстро продам по цене близко к рыночной цене сейчас когда мы зачитали термин я думаю всем стал понятно что такое ликвидность и как я определял ликвидный может или нет сразу говорю что это не топ ножа и здесь все ведет своим чередом просто от количество меньше автобаев количество больше of the back если of the ball и у ножей одинаково да там 5 и 5 допустим то тогда будем судить потому какой ближе к рыночной стоимость то есть условно один стоит 200 другой стоит там 150 разница от рыночной значит 200 будет поближе к нам да то есть мы раньше увидим чем другой который будет чуть попыше я знаю что совсем уж как для другов объясняю но мне попросили максимально максимально много много информации максимально все подробно разложить потому что люди про не понимают я вроде как общаюсь но привычными для себя терминами а люди говорят что мне кунька давай еще подробнее вот нихрена не понятно кунька расскажи прям в подробностях ладно народ не вижу смысла тянуть кота за свинькс погнали первый ножик у нас это стилит доманская сталь качество прямо с завода на данный момент имеет 4 автобая самый низкий автобай 8318 рублей судил я именно по самым низким автобаям на то уж самый высокий нет смысла это знаете там когда разница в 100 200 рублей не делать можно на самом на самом деле лепина поэтому я судил именно по самым низким автобаям погнали к следующему ножу следующий ножик у нас сажер имеет 4 автобаям самый низкий автобайт 4490 рублей качество после полевых следующий у нас ножик это северный лес до качества после полевых также имеет 4 автобаям самый низкий автобайт 4770 рублей следующий ножик у нас это поверхностная закалка также качество после полевых на данный момент имеет 5 автобаям самый низкий автобаев самый низкий автобай 8000 чит 8000 извиняюсь 958 рублей . следующий ножик у нас это враненная сталь качестве также после полевых на данный момент имеет 5 автобаев. Самый низкий автобай 6747 рублей. Следующий ножик это у нас ультрафиолет. Также в качестве после полевых. На данный момент имеет 5 автобаев. Самый низкий автобай 6236 рублей. Что-то мне с этим цифром все не закладывается. Вообще не получается. Следующий ножик это у нас мраморный градиент. На данный момент имеет 5 автобаев. Самый низкий автобай у нас сейчас 16 055 рублей. Следующий ножик у нас градиент. Также имеет 5 автобаев. Самый низкий автобай на данный момент 20 941 рубль. Предыдущий ножик мраморный градиент. Извините я забыл назвать. Это у нас прямо с завода. Следующий ножик у нас это зуб тигра. На данный момент имеет 5 автобаев. Самый низкий автобай 13 030 рублей. Народ напоминает, что есть еще ниже автобая, но я считаю максимально приближен к рыночной цене. Именно по этим количествам я считал. А также распределял место можно сказать в топе, но это как бы не топ. Потому что топ сложнее составить, а это просто порядок. От менее ликвидных к более ликвидным. По самым низким я судил, а не по самым высоким. Напоминаю. Вдруг вы забыли. Погнали к следующему. Следующий ножик у нас это волны. Волны, конечно же, прямо с завода. Как и зуб тигра у нас предыдущий. Прямо с завода. Первая фаза. Волны это когда чуть поменьше красного. На данный момент имеет 5 автобаев. Самый низкий автобай 14 542 рубля. Следующий у нас ножичек это убийство. Убийство имеет также у нас 5 автобаев. Качество немного поношенное. Самый низкий автобай 13 030 рубля. Следующий ножик это городская маскировка. Качество после полевых. Самый низкий автобай 4886 рубля. Ну и закрывает этот топ. Кто бы мог подумать пыльник. На данный момент имеет 13 автобаев. Самый низкий автобай 5409 рубля. И честно говоря 13 автобаев. Камон. Я такого вообще не ожидал. В общем вот такие вот у нас ножички были в этом топе. В этом знаете так. Ну блин я не знаю как правильно назвать. Это не совсем топ. Потому что топ немного по другому надо было составлять. Это именно сколько было продано за 24 часа. По какой сумме ближе к рыночной. Это просто ликвидные ножи. Я говорю и от менее ликвидного к самому ликвидному на данный момент. Это не является топом. Это просто список. От самого такого себе до самого нормального. Скажем так. Так что не надо путать и называть это топом. Хотя я все равно назову наверное это топ. Ну просто список звучит не так нежели топ. Согласитесь. Пишите обязательно в комментариях какой вы хотите увидеть следующий ножик. Я обязательно сделаю топ ножей. Следующий который вы выберете. Выбирайте только вы. Керамбиты, когти. Чего хотите. Пишите какой ножик наберет больше всего в комментариях. То есть там допустим следующий будет у нас там не знаю складной ножичек. Вот он наберет больше всего комментариев своим названием. То есть флип или там складной кому как удобнее. Все. Значит в следующем выпуске будет он. И следующий выпуск будет также в автономик 2 часа по Москве. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Нажимайте колокольчик, чтобы сидеть новое видео или стримы. Ну а с вами был Капси Дакунька. Желаю всем полуше подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ.